Внимание! Говорит и показывает Одинцова! Фестиваль здоровья и скандинавской ходьбы при поддержке правительства Московской области проходит на территории Подмосковья уже в пятый раз. В этом году местом проведения мероприятия был выбран Одинцовский район. Выбрали Одинцовский район. Почему? Для данного мероприятия. Потому что у нас есть замечательная трасса Ларисы Евгеньевны Лазутиной. И у нас много любителей спорта приходят сюда ежедневно. Ни для кого не секрет, что занятия спортом и физические упражнения – это лучшее средство профилактики многих заболеваний. Они оказывают положительное влияние на наше здоровье в целом. Скандинавская ходьба – один из немногих видов физической активности, практически не имеющий противопоказаний, а также подходящий и лицам старшего возраста. Наше министерство активно очень пропагандирует этот вид спорта. И у нас во всех наших комплексных социальных центрах социального обслуживания везде есть необходимое оборудование – это палки, инструктора. Для здоровья, наверное, это самое лучшее. Свежий воздух и когда прекрасное состояние, тем более, когда люди объединяются, им есть о чем поговорить. И, в принципе, я считаю, что вообще это прекрасный такой вид спорта. Основатель, идеолог, автор первых обучающих программ по скандинавской ходьбе Марка Кантанева провел мастер-класс для участников фестиваля, а звездные гости рассказали о своем отношении к здоровому образу жизни. Как же я рада, что у меня есть эти палки, и что я у себя за городом приезжаю и зимой, и в любую погоду, и я по своему участку нарезаю круги со скандинавской. Даже когда у меня в Москве много работы, высвобождаются два дня, я еду, и основное мне – походить с этими палками. Я тоже иногда занимаюсь этой ходьбой, правда у себя на участке. Живу я здесь недалеко, и никогда не был первый раз в этом парке. Такой прекрасный народный праздник. По инициативе депутата Московской областной думы и легендарной фигуристки Ирины Слуцкой в прошлом году в Подмосковье были организованы курсы «Школа скандинавской ходьбы для людей, больных диабетом». Люди с сахарным диабетом принимали участие. На протяжении трех месяцев мы также вели научную работу, результаты которой уже опубликованы. Они были, конечно, потрясающие. В первую очередь это нормализация артериального давления, нормализация уровня сахара в крови. Использование палок при ходьбе снижает нагрузку на суставы и позвоночник. Тренируют одновременно руки и ноги. При этом задействованы около 90% мышц тела. Обзавестись необходимым инвентарем – это лишь полдела. Как отметила прославленная фигуристка, для достижения результата необходима правильная техника исполнения шага и регулярность тренировок. Мы держим ровно спинку, у нас руки с ногами не идут. Знаете, как любят ходить правая рука, правая нога. Рассинхрона никакого нету. Ручки, палочки ставятся правильно, вперед не выбрасываются. Приблизительно наклон 45 градусов. Кроме того, участники фестиваля могли пройти диагностику организма, совершить массовый поход по маршруту, а в заключении подкрепиться вкусной солдатской кашей. Екатерина Яровая, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.